Несколько дней остается до того момента, как до педагогического университета или на прогулку по Кадриоргу из центра города можно будет вновь добраться, сев на первый или третий маршрут трамвая. Напомним, что трамвайные маршруты номер 2 и 4 возобновили работу в начале сентября, единица и тройка продолжат работу с 1 октября, после чего у города появится возможность оценить их заполняемость и нагрузку. В последний раз по Таллину одновременно курсировало сразу 5 трамвайных маршрутов в далеком 2004 году, когда между Копли и депо Ван-Алыу находил маршрут номер 5. Наше трамвайное движение не просто возвращается к своему, скажем так, обычному масштабу, но оно будет функционировать еще в более крупном объеме, чем это было до этого, потому что трамвай номер 6, по крайней мере, до конца октября также продолжит работу. Главное, что мы можем сказать, не беспокойтесь, в Таллине общественный транспорт был и будет бесплатным, по крайней мере, пока мы находимся в власти. Такой ответ вице-мэр был вынужден дать после опубликования планов правительства сделать платным общественный транспорт в уездах. В течение октября станет ясно, как повлияет открытие первого и третьего маршрутов на загруженность шестерки. Среди предварительных рассматривается два варианта конечной остановки этого трамвая – Ван-Алыуна или Тонди. Наибольшую трудность представляет вместительность конечной остановки Тонди, а также нагрузка на кольцевой дороге Виру. Городские власти рассматривают продолжение работы маршрута номер 6 и после окончания октября. Уже завтра начнется активная фаза кризисных учений Кревекс-2023. В четверг и пятницу в режиме реального времени будет отработана эвакуация почти тысячи человек из возникшей по сценарию учений опасной зоны. В рамках этих учений будут рассылаться людям, которые находятся в зоне учения, смс-сообщения, и также будут впервые использованы уличные сирены. Главное, чтобы люди, которые не участвуют в учениях, напрямую не волновались. Это обычная часть этих учений, и все сообщения, связанные с учениями, будут начинаться со слова «ыпус» или «тест». Соответственно, на них реагировать людям, которые не участвуют в учениях, не надо. Участников учений можно будет заметить около Лосномяевского легкоатлетического холла, а также спортивного комплекса «Сыля». Часть из них будет в желтых жилетах. На улицах Таллина и в пригородах можно будет заметить полицию и спасателей. Не пугайтесь. Илья Бань, Виталий Савинский. Новости Таллина.